В Иртыш выпустили 130 тысяч мальков сибирского осетра. Популяцию краснокнижных рыб пополняет Абалакский рыборазводный завод. Наши коллеги побывали на Иртыше. Подробности далее. Этим осетрам два с половиной месяца. Их вырастили до веса в 10 граммов, чтобы отправить в Иртыш. Осет рыба донный. Молодняк быстро уходит ближе ко дну, чтобы обезопасить себя от хищников. Жизни в естественной среде. Они уже подготовлены, ведь питаются той же кормовой базой, планктоном и бентосом. Получение икры происходит конец мая, начало июня. Затем часть рыбы остается в бассейнах. Часть рыбы высаживается в выростные пруды. То есть у нас 60 гектар выростных прудов. В этом году планируется ввести еще 8 дополнительных гектар. Будущую царскую рыбу взвешивают и бережно выпускают. 130 тысяч штук молоди осетров. Это вклад в годовой план. За год в самостоятельное плавание отсюда отправится порядка 6 миллионов рыбок. У нас предусмотрена стратегия развития ФГБ глав рыбод. Предусматривается однозначно увеличение производственных мощностей Абалакского завода. Они будут выражаться в строительстве новых цехов, однозначно в строительстве новых прудов выростных на том участке, который за нами закреплен. Поэтому мы должны прийти к нормативу 11 миллионов однограммового молоди в год выпуска. Здесь выращивают не только осетра и стерлядь, но и сиговых рыб. В Тобойском районе это предприятие, восполняющее природные ресурсы. Одно из самых крупных и значимых. Здесь трудятся 157 человек. Руководство выстраивает правильную политику, привлекая в качестве рабочей силы жителей окрестных сел. Тем самым, давая возможность людям быть трудоустроенными, зарабатывать деньги и понимать, что у них в будущем все хорошо. Увеличение мощности Абалакского рыбзавода даст дополнительную возможность трудоустройства для местного населения. Здесь планируют создать порядка 40 рабочих мест. Ксения Киреева, Анастасия Терикова, Михаил Куричко. Тюменская служба новостей.